Продолжение получила история с незаконным выводом актива из состава некогда крупной кофейной сети Тревелерс. Летом новости ОТС уже рассказывали, что в результате ряда сделок предприятие лишилось нежилого помещения стоимостью несколько миллионов рублей. Кредиторы предприятия сочли эти сделки мошенническими и обратились в полицию. Но лишь после многочисленных жалоб и внимания прессы полиция возбудила уголовное дело. Но потерпевшие вновь столкнулись с проблемами. Мои коллеги подробнее. Таким составом кредиторы предприятия банкрота встречаются не в первый раз. В офисе адвоката они обсуждают план действий на ближайшую перспективу, а именно размышляют над тем, как заставить правоохранительные органы работать. В июне мы рассказывали о том, что здание на Красном проспекте, принадлежавшее некогда известной компании Тревелерс Кофе, перевели на номинального владельца, которому за фиктивную сделку в 14 миллионов рублей заплатили всего 5 тысяч. При этом использовали и поддельные документы. Заявления потерпевших месяцами лежали в полиции. И лишь после того, как репортаж вышел в эфире канала, в августе возбудили уголовное дело. Но до сих пор никто не задержан. Мы не можем понять, в чем проблема для следствия в расследовании этого преступления, установлении виновных лиц и привлечении их к уголовной ответственности. Очевидно, что здесь явное хищение имущества путем мошенничества, то есть преступление предусмотрено статьей 4, частью 4 статьи 159 УК РФ. И также очевидно, что это преступление совершил не один человек, а это было совершено организованной преступной группой лиц. По словам адвоката, схема вскрыта, круг возможных фигурантов известен. Только все они на свободе, а здание, сделку по продаже которого пострадавшие намерены признать ничтожной, не арестовано. Мы как кредиторы продолжим обращение в полицию, чтобы полиция все-таки в сжатые сроки провела работу по аресту и устранила вот этот нюанс, что здание похищено. Полиция это видит, но злодей до сих пор пользуется, извлекает из него выгоду, сдавая помещение в аренду другим арендаторам. Казалось бы, корпоративный конфликт вышедший за пределы правового поля. Такие довольно часто возникают то в одном, то в другом регионе страны. Однако в данном случае среди кредиторов оказались не только физлицы и контрагенты, но и государство. Речь идет о крупной налоговой задолженности, а это в итоге зарплата учителей, врачей и медиков. Мы представляем требования Федеральной налоговой службы. Задолженность данного предприятия перед бюджетом составляет более трех миллионов рублей. На сегодняшний момент мы в рамках данного дела обратились с сообщением о преступлении. Заявление было нам подано в июне 2020 года по признакам состава преступления по статье 159. Это мошенничество в рамках здания, которое мы установили, видим, что оно имеет место быть. Процессуальное решение по нему еще не принято, оно находится на рассмотрении. Общая сумма долгов перед кредиторами превышает 100 миллионов рублей. Если здание вернут в конкурсную массу, то погасить удастся лишь часть задолженности. Дмитрий Белькевич, Андрей Дулепов. Новости ОТС. 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 Дмитрий Белькевич, Андрей Дулепов. Новости ОТС.